В сегодняшнем уроке мы вам расскажем, как сшить юбку-пачку для куклы или игрушки. Для этого нам пригодится ткань, которая называется еврофатин. Обратите внимание на приставку евро, это очень важно. Именно еврофатин обладает нужной нам мягкостью, а следовательно и способностью драпироваться в мягкие красивые складочки. Так как фатин достаточно скользкая ткань, сложить его ровно очень сложно. Поэтому для того, чтобы сравнять края, мы их просто-напросто обрежем. Для пошива юбочки для нашей мышки нам понадобится отрез, ширина которого 3 метра. Это стандартная ширина еврофатина в рулоне. И длина примерно 15 сантиметров. Скрепите ткань булавочками в нескольких местах и острыми ножницами сравняйте края. При помощи линейки измерьте желаемую длину юбочки или платья для вашей игрушки. Для нашей мышки это примерно 7-8 сантиметров. Но тут дело вкуса и вы можете изменить. Обязательно учитывайте, что примерно 1 сантиметр ткани уйдет на припуск. На лоскуте отмеряем нужную нам длину и ставим отметку. Нам понадобится 2 полоски нужной длины. Разрезаем ткань и обрезаем излишек. Далее нам необходимо проложить шов на швейной машинке. Для этого нам необходимо установить следующие настройки. На своей машинке я устанавливаю максимальное натяжение нити. На моей машинке это цифра номер 9. И максимальную длину шага. У меня это цифра 5. Для пошива кукольной одежды я использую вот такую вот лапку. Она прозрачная и с ней очень удобно работать, поскольку видно все искривления линии строчки. Прокладываем шов по одному длинному краю. Вначале по одной полоске, которая у нас получилась, а потом по второй. Вот такая вот полоска со сборкой у нас получилась. Моя машинка эту сборку делает автоматически. Именно потому, что я установила настройки, о которых говорила чуть ранее. Если ваша машинка так не делает, то можно, используя обычный наметочный стежок, сделать сборку на ткани вручную. Вот такая вот юбочка у нас получилась. Очень мягкие, красивые складочки. Теперь ее можно примерить на мышку. Так как по нашей задумке это юбка-платье, мы ее крепим достаточно высоко. Примерно на 1 см выше предполагаемой талии игрушки. Для начала можно ее примерить и закрепить булавочками в нескольких местах. Если положение вас устроит, то ее можно будет пришить. Закрепим юбочку на теле мышки. Для этого будем пользоваться обыкновенным наметочным стежком, острой иглой и прочной нитью. Делайте стежки равные примерно 5-8 мм. В конце строчки обязательно сделайте закрепку. Музыка. Продолжение следует... После того, как юбочка пришита, нам необходимо ее подровнять. Будьте аккуратны и не увлекитесь, не обрежьте лишнюю ткань. Также необходимо срезать излишки фатина, которые находятся чуть выше шва. Воспользуйтесь для этого острыми ножницами и аккуратно срежьте излишек таким образом, чтобы сам шов не повредился. Вот такая вот красивая и нарядная мышка у нас получается. У нее уже есть красивая пышная юбочка. Продолжение следует... Продолжение следует...